Сейчас все больше и больше популярны движениями бодипозитивными. Можно я прям громко, так скажу, рубану, как Маяковский, фигня. А возможно ли сделать карьеру в сфере эстетической медицины, не имея медицинского образования? Конечно, возможно. Вот так же губы мы используем. Можно губы. А? А можно губы. Ну, конечно. Все, вы говорите, так зоново. Начинаем. Друзья. Блин, как там был проект Beauty Life о том, как жить и работать в красоте? И сегодня у нас замечательная, прекрасная гостья Екатерина Зонова. Екатерина, добрый день. Здравствуйте. И просто прекрасная доктор, дерматолог, инстадоктор с огромным количеством подписчиков в соцсетях и в Инстаграме. Могло было быть и больше. Сколько? Ну, миллион, два, как у Бейонсе, я посмотрю сегодня, буду стремиться. Когда этого достигнем? 20-й год, 21-й, посмотрим, как получится. Друзья, вы свидетели. А сколько на всех ваших страничках и того подписчиков? Я знаю, что у вас порядка пяти... 50 с чем-то тысяч подписчиков это на моей рабочей странице, на моей личной 21, если я не ошибаюсь, больше 20 тоже на странице клиники и 300 подписчиков у моей кошечки-бруснички. Подписывайтесь на страничку кошечки-бруснички. Да. Описание или профайл кошечки найдете в описании, в комментариях. Скажите, как вы пришли в сферу индустрии красоты? Очень просто. Нужно признаться, что курсы косметологии у меня были еще с университетских лет, потому что очень хотелось ухаживать за собой, быть красивой. Ну и, конечно же, доставать косметически профессиональные средства с приятной скидкой косметологической. А потом так получилось, что я обратилась к Эдгару Каминскому за губами. Он мне сделал тогда 0,6 миллилитров, и моя жизнь полностью изменилась после этого. Я всегда жалела, почему же я не сделала этого раньше. Это было так прекрасно. Опять же, он меня вдохновил. И тогда я вот решила тоже попробовать заниматься инъекциями. И тут как пошло, просто теперь не могу остановиться до сих пор. А давно вы уже занимаетесь? Инъекциями прицельно года с 2012-го. То есть получается 9, что обманывая, 7 лет. Екатерина, ну хорошо выглядеть, покупать по приятному прайсу косметику хотят все девочки. И многие-многие начинающие доктора. Но именно у вас получилось стать и известным достаточно доктором уже в Украине, молодой, прекрасный. И иметь на сегодняшний день две клиники, ни много ни мало. И насколько я знаю, у вас уже больше 30 человек персонала в компании. Да, всё верно. Это бизнес. Это бизнес, это правда. Как это получилось у вас, и почему не получается у других? Совершенно случайно. Не знаю даже, как так вышло. Важно оказаться в нужное время в нужном месте. И быть немножко маньяком своей профессии. И любить её настолько, чтобы хотелось посвящать ей всё рабочее время. И лично, и домашнее, и даже во сне. Мне иногда снится что-нибудь, что я забыла сделать. Я с утра просыпаюсь и думаю, ой, нужно срочно позвонить куда-то. А не просто работать с 10 до 6, в 6 часов закрывать там ноутбук или кабинет. И уходить, и заниматься своими делами. И только когда ты по полной отдаёшься своему делу, я уверена, тогда ждёт тебе успех. Кто управляет бизнесом? У меня был тот же самый вопрос, только как часто вы принимаете пациентов? Что в ведении бизнеса и приём пациентов? Обязательно принимаю пациентов. Очень часто, несколько раз в неделю стабильно. То есть 3-4 рабочих дня в неделю у меня однозначно. Они забиты с утра до вечера. Я принимаю в день больше 20 человек. Потому что я получаю от этого удовольствие. Я кайфую, мне нравится. То есть я процессуал, если можно так сказать. Самое моё наивысшее удовольствие, это когда я что-то делаю руками. И когда я вижу, что из этого классное что-то получается. Вот это мой кайф. В остальное время я там директор, вдохновитель, муза, менеджер по персоналу. Карающая рука всех невинных в каких-то оплошностях. Это уже в другие дни. Что ещё вам должно сказать? В процентном соотношении доктор и бизнес-вумен. Тут, наверное, не в процентном соотношении. Можно поделить в душе доктор. По необходимости ещё и сверху бизнес-вумен. Потому что, конечно, когда ты заинтересован в притоке пациентов, когда приносят тебе это деньги, и когда ты не просто как свободный художник, а действительно тебе нужна определённая система, строгие рамки, учёты, закупки, то это уже, конечно, бизнес. У вас успешная клиника. Надеюсь. По каким критериям вы выбираете или принимаете на работу докторов в вашу клинику? В первую очередь, это соответствующее образование. Для меня это очень важно. Кроме того, сейчас я стараюсь всё-таки больше брать дерматовенерологов. Потому что по опыту, вот на мой взгляд, это самые такие целеустреблённые, успешные доктора. Но если всё-таки мы, получается так, что берём кого-то очень талантливого, а у него другая специализация, то если он себя проявляет как замечательный сотрудник, то интернатуру он проходит не за свой счёт, а за мой, то есть повышает специализацию на дерматовенерологию. Потому что в любом случае, когда доктор просто доктор, он классный, он делает инъекции, но если он дерматолог, он может параллельно консультировать, решать какие-то сопутствующие патологии, какие-то проблемы кожные пациента. А бывает иногда и венерические. Это тоже круто. Это намного лучше, успешнее в плане терапии и улучшения качества кожи, антиэйджинга, нежели просто взять доктора из семейной медицины или бывшего, скажем, гинеколога. Опять же, тут вопрос об узкой специализации. Натыкался на фотографию вас и вашего коллектива все как на подбор. Реально. Красотки? Все красотки. Это имеет какое-то отношение к одному из правил подбора людей на работу? Обязательно. Кроме образования, есть человеческие качества, есть целеустремлённость. И для меня очень важно, чтобы, скажем, пословица «сапожник без сапог» не относилась к врачам, которые работают в индустрии красоты. Я не понимаю, кроме основных сложных каких-то медицинских противопоказаний, что могут быть какие-то причины у женщины, которая работает в такой отрасли, у которой есть все инструменты в руках, куча знакомств профессиональных врачей, интересные цены даже на все эти процедуры. Я не понимаю, почему такая женщина не хочет выглядеть красиво, ухоженно, не стремиться к этому. Наверное, нам не о чем будет говорить. Это будет все равно какой-то миссендерстендент в дальнейшем. Поэтому для меня важно, чтобы они выглядели красиво, хорошо. Как они могут продавать или пропагандировать услуги красоты, если они выглядят плохо? Как ты можешь объяснять, чем крута ботулинотерапия, если у тебя ярко выраженные морщины? Вопрос об образовании. Вы подчеркиваете то, что в вашей клинике обязательно медицинское образование. Да. А возможно ли сделать карьеру в сфере эстетической медицины, не имея медицинского образования? Конечно, возможно. Вопрос только в том, какая ниша. Какая? Если, например, это может быть обыкновенный косметолог, который косметик, он может стать вполне успешным, делая какие-нибудь потрясающие массажи, обучиться тоже все это тело, развиваться, скажем, в этом направлении, он может стать успешным. И я знаю таких косметологов, которые работают в очень достойных, приличных салонах. Я говорю об эстетической медицине. Инъекционной. В инъекционной медицине без медицинского образования? Ну, это очень страшно, мне кажется. Он может стать успешным. Мы знаем примеры. Однозначно. Он может стать успешным благодаря сейчас интернету, хайпу. Ну, я не знаю, наверное, грубо с моей стороны сказать так, но фрики, либо люди там с низкой социальной ответственностью, они существовали на самом деле всегда. Это вот какой-то такой вот постсоветский налет, наверное. Он оставлял такое вот мнение, что доктор, это всегда благородно, это круто, и что только он должен заниматься. А всякие вот такие вот какие-то вопиющие, странные случаи, они не должны происходить. Но нам прекрасно известно, что и со времен Древней Греции были люди, которые там протестовали, у них были свои взгляды, то есть они пытаются нарушать правила. Также и в эстетической медицине бывает мало того, что разные тяжелые случаи, и опять же, не у всех людей диагностированы психиатрические заболевания, они все находятся в нужных местах. К сожалению, насильно мы не можем этого делать. Есть ли много клиентов? Ну, потому что клиенты тоже могут быть немного со своим видением эстетики, скажем, не всем канонны красоты. Такое количество Леонардо да Винчи или там кого, золотое сечение, не всем нравится. Такое количество, большое количество, есть очень много женщин, например, которым нужны процедуры на вырост, которые любят, чтобы это было максимально видно. На мой взгляд, это не эстетично и непропорционально, но красота, это понятие абсолютно индивидуальное, кому-то это нравится, кому-то нет. Вот, и, наверное, есть просто люди не согласные с нашими врачебными канонами, им хочется чего-то другого, и они находят для себя такого яркого лидера, представителя, и им это подходит. И, честно сказать, меня это не особенно волнует. Ну, как бы нравится вам? Пожалуйста, получайте осложнение, потом интересно будет попробовать их вылечить. Нашим зрителям будет интересно, стоит ли уделять столько внимания и времени Инстаграму, своим социальным сетям, личному бренду. Возможно, вы дадите какой-то совет и скажете, что да, это нужно делать, потому что это дает клиентский поток. Однозначно это нужно делать, потому что мир развивается, и если ты прям не закостенелый динозавр, то ты должен понимать, что тебе стоит развиваться вместе с миром, адаптироваться под те тенденции новые, которые происходят, и, естественно, уделять внимание и уделять время и развитию своих соцсетей, и своему брендингу, позиционированию, для того, чтобы мир, пациент или простой пользователь понимал, кто ты и что ты несешь, транслируешь, что ты хочешь этим показать. Нужно просто воспринимать, вот такой лайфхак есть, если воспринимать Инстаграм как глупую соцсеть, там, болталку, лишь бы что, как многие врачи, с кем я общаюсь, они мне говорят, да ну, это вот нужно делать, вечером заходить, это неправильное такое восприятие. Нужно воспринимать это как рекламу на свою аудиторию. Вот у кого-то 4 тысячи, у кого-то там 15, у меня 50 тысяч человек. Они в этот момент может быть подписаны еще на кого-то, может быть решаются, может быть думают или боятся. И в зависимости от того, что я им показываю, вполне вероятно, что они смогут мне довериться, если они считают меня экспертной, что им понравятся мои работы, и они придут ко мне. Поэтому это, по сути, бесплатная реклама на 50 тысяч человек. Это замечательно. Екатерина, а кто ваш клиент, и какой у него основной запрос? Мой клиент, слава богу, это уже адекватная женщина с первыми признаками старения, и ее основной запрос это бьютификация, антиэйджинг и натуральность. Что мне нравится очень. Потому что изначально, когда я начинала, была достаточно молода, и мне, конечно же, уже такие более зрелые, бывалые пользователи инъекций женщины не верили, ко мне приходили в основном девочки, какие-то студентки, юные, начинающие. А можно губы? А? А можно губы, да? Ну, конечно, на губы. Губы — это основная моя процедура. Но прошло уже несколько лет с тех пор, мы с ними вместе постарели. Они постарели, а я научилась что-то делать. И поэтому это здорово, когда ты растешь вместе со своей аудиторией. То есть она стареет, ты растешь, и как раз ты можешь предложить им что-то новое, то, что им подходит, то, что им нравится, получать вместе здоровские результаты. А как понять, что вот они первые признаки старения? Девочка 16 лет подходит и говорит, морщинка, начиная стареть. Ну, во-первых, есть классификация старения у компании, которую мы сегодня не называем. Во-вторых, есть жалобы, есть желание что-то улучшить, есть профилактика старения, те же самые морщины, моменты всяких похудений, истощения подкожно-жировой клетчатки. Ну, это такие же, скажем, медицинские нюансы. Я думаю... Ты просто бы хотела нашим зрителям рассказать, когда стоит уже, когда пора? Потому что есть иногда я боюсь, либо наоборот, я уже хочу при первой 16-летней морщинке. Ну, вообще, скажем, девочкам пора ухаживать с собой, как только они понимают, что они уже девочки, и хочется поддерживать качество кожи. То есть профилактика это лучшее лечение, это все знают. И начинается это, как правило, с ухода, либо с каких-то чисток, с таких классических, скажем, косметологических процедур. А там дальше уже, если кого-то что-то начинает беспокоить, либо она там не знает, чего-то хочется, какой-то бьютификации, уже в тандеме со своим доктором вполне можно бороться или что-то улучшать. Имея две клиники, и, как вы говорили, 11 докторов... Что же вы все к этим клиникам? Нет. Не каждый доктор имеет свою клинику. И еще две. И слава богу. Да. Вопрос не в этом. 11 докторов, две клиники, большой поток пациентов. Самый смешной случай, вот, не знаю, запрос или случай в клинике с доктором и пациентом. Их очень много всяких забавных случаев. Наверняка вы обсуждаете где-то там в курилке, в клинике, что типа, блин, вот такой был пациент, и мы смеялись. А самые забавные случаи происходят, когда нашими пациентами становятся коллеги. Вот это всегда очень весело. Плюс, как правило, конечно же, нам доверяют коллеги, которые, может быть, менее опытные или которые не обладают какими-то определенными навыками. То есть они там, например, делают только легкие инъекции, а моделированием не занимаются. И они там с подружками, так всегда бывает там, с подружкой экспериментировала, что-то там сделала, что-то пошло не так, и потом они приходят, ну куда, уже нужно что-то исправлять. Приходят к нам. Мы, согласно протоколам, делаем там, что-то улучшаем, исправляем. Была у нас ситуация, когда наша коллега пришла на коррекцию, был тиндаль под глазом, то есть это гиперкоррекция со слезной борозды, и мы вводили фермент. Но она такая, как сказать, вот она надумывает тебе какие-то проблемы. Поэтому у нас очень долго длилась эта эпопея веселая, когда она хотела, говорила там, во-первых, три там кабинета, она по трем кабинетам бегала с зеркалом, говорила, что всё, у меня сейчас растворится, всё лицо, у меня будет усыковка. То есть мы ввели там 0,4 миллилитра гелуронидаса, скажем, она же всё-всё, у меня тут поплыло, и начинают, они потом забавно так пишут, и сравнивают там, я урод, доктор, я похожа на собаку, я собака, там ещё какие-то штуки. Ну, для нас бывает, мы это читаем, просто обалдеваем там, ну, вы же понимаете, что там диффузия может туда-то распространиться, что не может у нас потечь лицо, или куда-то уползти, или, как говорят, у меня там переместилась такая-то процедура, или куда-то уползла, или уплыла, и у меня сразу были такие картины и страшные, там, у меня уползли губы, господи, куда-то, какие-то просыпаешься, губы на полу лежат, они куда-то уползли, вернитесь на место. Ну, бывают очень много каких-то забавных ситуаций, на силу того, что это же все врачебная тайна, я не могу мне конкретизировать, не что-то такое рассказывать. Ну, вообще, конечно, много, я так сразу не припомню, но бывает много всяких забавных случаев. Ну, условно, губы уползли, это уже смешно. Ну, там и губы уползли, потом или там растворилось, у меня все лицо растворилось, уползло, доктор, что мне делать, потом пациентка записывается на прием ко мне, я ей там говорю одно чего-то, она идет на прием совершенно другому доктору, там, через полчаса доктор ей говорит то же самое, у нас там в соседнем кабинете, хотя мы не общались между собой с этим доктором, не сговаривались, она говорит, все, вы говорите как зоново, все то же самое, у вас тут все продумано, одна секта, еще чего-то, ну, мы чем можем, поможем, мы не навязываем свои услуги, ничего такого насильно не продаем, вот делай или сейчас межбовку или умрешь, такого у нас нет. Поэтому бывает очень забавно, особенно, когда от коллег ты ожидаешь адекватности, но ожидания реальности не всегда совпадают. к сожалению. Особенно, мне кажется, в индустрии, в эстетической медицине, в индустрии красоты, где не просто там макияж или, не знаю, депиляцию сделать, или косметологу сказать, а когда какой-то будет укол делаться тебе, или нитевая подтяжка, для человека это что-то неизведанное, и он очень сильно боится этого. В современном мире неизведанное. Ну, в любом случае, даже первый-второй раз, это... Диссонанс получается. С одной стороны, есть часть пациентов, которые реально боятся, и там, ой, что это оно такое, не полезу я в эту страсть, а другие пациенты, наоборот, к этому относятся, типа, ногти накрасить. Как к стоматологу сходить. Да, как сходить к стоматологу и говорить, что есть противопоказания, там, грязными руками, мы не трогаем, мы там не ходим в сауну, мы не идем сразу загорать. Ну, как же? И объясняю это тысячу раз. Там, пожалуйста, не пейте алкоголь, я же русским языком говорю, не потому что доктор злой, а потому что он может провоцировать отеочность, что может, например, что-то подкровить, усилиться, какие-то гематомы. Зачем вам это нужно? Давайте мы вот настроились на процедуру, подготовились, мы ее сделаем, потом вы реабилитируетесь и дальше уже делаете, что хотите. Я же не влияю на образ жизни ваш. И каждый раз одно и то же, каждый раз кто-нибудь там, вот это у нас, это, это, это. Напоминалку мы даем с собой, в которой все это прописано. Проходит два часа, подскажите, я тут вот на дне рождения, а можно мне выпить? Доктор, сколько вам заплатить, чтобы можно было выпить? Миллион долларов. А скажите, есть ли у вас пациенты, мужчины? Конечно. До 10 процентов, наверное, там от 5 до 10, где-то так. Это разные мужчины могут быть. Там несколько таких есть, тоже забавные, такие категории мужчин, как мы для себя держим в голове, это так условно. Есть мужчины, которые метросексуальные, либо нетрадиционной ориентации, они любят вообще уходовые процедуры, они хотят максимально выраженного эффекта, чтобы это было видно, не обязательно натурально. Есть мужчины, которые уже возрастные, им нужен антиэйджинг, это в основном публичные мужчины, которые должны выглядеть хорошо, а есть мужчины, которых насильно привели жены. Это самая веселая категория пациентов мужчин, потому что они приходят, ну и как всегда, первый вопрос там в кресле, в кушетке, это ты спрашиваешь пациента, что вас беспокоит, какие у вас жалобы, над чем пушетка? Она сказала тут уже это, вы красивый мужчина, у вас прекрасные морщины, вам все это идет, все, вы идите, потом, когда вы уже действительно увидите, что вам что-то не нравится, вот тогда придете, будем работать. Вы лучший доктор в моей жизни, приходите с мужем, сегодня в Аляску, будем отдыхать. Женщины, не прибегайте к насилию над мужчинами. Все равно, мужчины, это самый, мне кажется, преданный пациент, для доктора. Да, во-первых, преданный, потому что мужчина, если раз выбрал доктора, он ему доверяет, и он его не меняет, у него нет такого, как у женщины, момента пойти погулять, попробовать, а вдруг где-то лучше. И плюс, чем еще нравятся пациенты мужчины, они железно пополняют все рекомендации, либо честно говорят, что я этого делать не буду, вот вы мне сказали мазать, я мазать не буду, оно само заживет, а если вот нужно там не пить, не есть, или ну все что угодно, там скажешь, 48 часов, он ровно 48, не будет этого делать, и ты прекрасно знаешь, что... Вот бы в личной жизни так, как у врачей. 48.01, сел, покушал, выпился. Да, да, да. Не изменяешь. Да, не изменяешь. Мне кажется, один из важных критериев, что мужчины докторам своим не изменяют. Я считаю, Потому что они не афишируют, они выбрали себе доктора, который будет работать с ними, и побежать, типа там, 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 попробовать, как на базаре, всего по чуть-чуть, и потом вернуться опять к своему не. С другой стороны, это тоже ок. Тоже хорошо, если пациент действительно был у тебя, потом он подумал, вдруг где-то что-то, не смог записаться, не успел по времени, вот нужно было срочно. Он сходил куда-то, потом проходит время, и когда они возвращаются, это для меня самый главный бальзам и самый лучший комплимент, потому что это значит, что это действительно твой пациент, и даже между конкуренцией такой вот большой, между другими всеми врачами, он выбрал всё-таки тебя. Это самое лучшее, что может быть. Екатерина, во всём мире сейчас всё больше и больше популярность, движение, бодипозитива. Лозунг «Люби себя такой, таким, какой ты есть». Как вы считаете, повлияет ли это на развитие эстетической менедии? Можно я прям громко, так скажем, как Майковский, фигня. Фигня? Ну, в плане не то, что фигня, это моё отношение к бодипозитиву. Ну, во-первых, мы все знаем, вообще во всём мире не секрет, что славянские женщины всегда славились своей красотой и всегда считались во всём мире одними из самых красивых женщин. Да, мы самые красивые женщины. Плюс для славянских женщин это в порядке вещей, быть красивой, ухоженной. Нас даже, может быть, высмеивают где-то в Европе за то, что мы с самого утра с красивым ярким макияжем и на каблуках, и в колготочках, там иногда чёрных. Это не всегда уместно, но мне кажется, вот это вот желание выглядеть красиво и быть ухоженными, это у нас в крови. У большинства женщин, не у всех, но всё равно. Поэтому одни из самых процедур топовых и опытных именно в инъекционной, косметологии и вообще в эстетической медицине это действительно славянские страны. Россия, Украина, Беларусь. Почему? Потому что ещё, к счастью, у нас, например, в Украине, так как это всё нелегализовано, у нас есть огромный опыт и обыкновенных процедур, и лечения осложнений в том числе. Поэтому на мировых конгрессах нам есть даже чем поделиться и научить другие страны, потому что у них это не так популярно. У нас всегда была такая ситуация исторически сложилась, что и после Великой Отечественной войны, и сейчас после военных событий в стране мужчин, особенно детородного возраста для создания семьи, их мало. Поэтому на рынке невест огромная конкуренция. И женщины чем могут, там, саморазвитием, там, чем угодно, готовкой, какими-то характеристиками, женскими тренингами стараются действительно заполучить для себя самого лучшего мужчину. А так как мужчина всё ещё по старинке любит глазами, тут хочешь, не хочешь, тебе придётся выглядеть хорошо, и вкладывать в свой внешний вид. Поэтому, ну, мне кажется, что, да, есть тенденция бодипозитива, к которой я, кстати, не очень положительно отношусь, потому что это, опять же, ушло в радикализм, и сейчас искажается. Идея была изначально другая, а всё это дело поменялось. И мне кажется, что украинским женщинам и эстетической медицине это точно не грозит. Когда прогнозировали с начала двухтысячных, якобы развивалась эстетическая медицина, и это должно было длиться по всем графикам 15 лет, там, максимум. И в 15-м году мы ожидали прям упадок. Ничего подобного. Я тоже придерживаюсь точки зрения, что все наши процедуры, они перейдут в разряд нормальных, обязательных. Как помните, с наращиванием ногтей было. Сначала это было прям гипер, потом потихоньку это популяризировалось, ушло в что-то более спокойное, но пойти сделать гель-лаком ногти, это в порядке вещей сейчас. Я думаю, что с ботулинотерапией и контурной пластикой будет та же самая ситуация. Как же всё-таки начиналась клиника? Кто вдохновил? На пальчике я вижу золотое кольцо с бриллиантом. Это... Это платина. Даже так, платина с бриллиантом. Это любимый мужчина, который поверил в вас. Это внутренний запрос родителей. Родители всегда меня поддерживали, но они не знали, каких правильных какие-то советы, может быть, дать. Ну и кроме того, когда нет материальной базы, очень тяжело вдохновиться и что-то вдруг стартануть сделать. А любимый мужчина, конечно, он поверил в меня и он заставил меня поверить в себя. Он просто сказал спокойно, что у тебя получится. А если первое время тебе будет сложно и ты там не вытянешь материально, то я тебе помогу. И как-то вот он вселил в меня такую уверенность в завтрашнем дне. Сказал, что все классно, я вижу в тебе профессионал, я вижу твои желания, я вижу твою волю к победе. И ему импонировало то, что я не сдаюсь и я очень хочу, и я готова карабкаться, готова делать что-то день и ночь для того, чтобы получилось и для того, чтобы в итоге был классный результат. Без него бы я в жизни не справилась. Кому принадлежит идея открытия второго салона, второй клиники? Тоже ему. То есть идейный вдохновитель бизнеса ваш любимый мужчина. Мало того, он еще и маркетолог и финансовый аналитик. Ну, теперь понятно. Откуда ноги растут? Поэтому я не могу сказать, что всем занимается он, но вместе в тандеме, мне кажется, у нас получается достаточно неплохо. Это прекрасно. Екатерина, ваш тогда прогноз на развитие эстетической медицины в ближайшее будущее? Я уверена, что инъекции никуда не денутся, но все же такое вот серьезное ближайшее будущее за аппаратной косметологией, потому что без лазерных технологий мы никуда не денемся. Без инъекций, кстати, тоже. Я знаю, что некоторые врачи у нас там достаточно громко позиционируют себя и кричат о том, что за аппараткой, будущей, только она вот будет, только она поможет, больше ничего не поможет. Но мне кажется, на данный момент вообще ни одна аппаратка не может заменить на ботулотокси. Или нитевые методики, или наполнение филерами. Окей, липофилинг, но филером это буквально занимает несколько минут, минимальная реабилитация, а липофилинг это все-таки операция. Поэтому невозможно это заменить. А вот самое крутое, такой ключ к успеху, к красивому гармоничному эстетическому результату, это, конечно, умение комбинировать методики. И еще важно обязательно не зажимать, не жлобиться и делиться пациентами с другими врачами. Если ты понимаешь, что ты здесь не можешь чего-то сделать, то как доктор, который все-таки давал на шестом курсе клятву Гиппократа и забыл скрестить пальцы, ты должен обязательно сказать, что вам нужно к этому доктору. Вы сделаете там вот это, то, что он вам посоветует, а потом вернетесь ко мне, если захотите. И мы с вами уже сделаем то, что я могу сделать. Ну вот я умею делать, это классно, а вам нужно уже оперативное вмешательство. Или вам нужна аппаратка, а у меня нет аппарата. Поэтому я ко многим коллегам направляю, например, на лазерные шлифовки. У нас нет лазера, мне не очень хочется, честно сказать, его брать, потому что сейчас очень многие демпингуют, и очень много лазеров везде стало. И плюс это отдельная такая ниша, в которой нужно научиться подбирать правильных пациентов, подбирать для них правильные протоколы и уметь лечить осложнения. И это целый такой большой кусок работы. Ну и плюс я, честно сказать, люблю больше процедуры, которые дают максимально быстрый результат. Тогда я вижу, что я делаю, зачем я делаю. И я, можно сказать, питаюсь энергией благодарных женщин. Я бы хотел, чтобы, наверное, вы обратились к зрителю, к молодой девочке, которая стоит на пороге выбора, куда пойти, в подвал, за 500 гривен сделать процедуру, либо пойти в доступную клинику по карману данного человека. Почему нужно выбрать клинику, а не подвал? И вот девочки, к которым, в принципе, многие сегодня прибегают, в школе, я хочу, или бы там сами себя начинают колоть. В Ютубе очень много видео о том, как это сделать. Я бы хотел, чтобы вы дали какой-то совет по выбору первого похода в клинику или доктора. Всегда таким юным пациентам я говорю о том, что в первую очередь вы должны помнить, что эти процедуры, это не просто намазать, сделать что-то такое вот легкомысленное, что нужно понимать, что это процедуры, которые связаны в первую очередь с вашим здоровьем. Поэтому относитесь к ним и к выбору специалиста нужно очень серьезно и понимать, что все-таки это лицо, и вам придется с ним ходить и спрятать его в одежду, у вас не получится. Для того, чтобы этот первый опыт у вас был приятным, вы получили максимум удовольствия и именно желаемый результат, нужно обращаться только к квалифицированным специалистам. Это должен быть обязательно доктор с высшим медицинским образованием, у которого есть опыт и который понимает и назначит вам не просто процедуру для того, чтобы ее продать, а который честно скажет, что именно украсит, что будет гармонизировать ваш образ или может быть, если вам эта процедура не показана, просто откажет вам и не будет бояться потерять деньги. Потому что все-таки несмотря на то, что это бизнес, здоровье и красота должна быть для нас превыше всего. Браво! Екатерина, вы сейчас сказали очень правильную вещь. Вы невероятно красивая женщина. Правильная, хорошая, все так красиво. А был ли все же у вас в жизни опыт нелегальной работы? Конечно. Конечно. Я не стесняюсь говорить никогда о своих промахах, о проблемах, о каких-то факапах. Конечно, он был. Изначально, когда я очень горела инъекционными методиками, я хотела привлекать в клинику, в которой я работаю, своих подруг для того, чтобы на них тренироваться. Они в меня верили, но у них не было просто материальной возможности оплачивать процедуры в клинике, в которой я работала. Поэтому я пришла к директору и сказала честно, что у меня есть желание, я хочу тренироваться. Но нам негде этого делать. Там ни у них дома, ни у меня дома. Мне не хотелось проводить инъекционные процедуры. И я просто попросила его, возможно ли, за какую-то определенную сумму снимать кабинет, ну, буквально на 15 минут. Потому что, конечно, этот опыт... 15 нелегальных минут. Почему нелегальных? Легальных. Ну, скажем, легальных в клинике, пусть это как-то все проводится. Я у него спрашивала легально. И, опять же, это не потому, что просто я в себе в карман деньги положу, а потому что я стану опытнее, я научусь это делать профессионально, и я смогу ввести и продавать эти процедуры эффективно в вашей же клинике. На что он мне сказал нет. И что мне оставалось? Я горела, я хотела это делать. И мне пришлось тогда делать нелегально. Вообще все начиналось с того, что просто там дома, в комнате, на красном диване есть даже подружки, какие-то знакомые, которые до сих пор вспоминают этот красный диван. И мы делали процедуры, мы учились там колоть и биоревитализации, и какие-то новые препараты, которых в клинике не было. Я иду на обучение, мне нравится, там предлагают новый препарат, какой-то бустер или классный там мезотерапевтический препарат для улучшения качества кожи. Хочется испробовать, а в клинике нас выгодят. Ну что мне делать? Я не могла забросить эту идею. Была готова на все. И тогда вы с вами же пронесли волшебное слово факап. Какие же факапы были в вашей карьере? Я не могу припомнить прям каких-то таких серьезных факапов, чтобы сказать, что вот мы там налажали, и это очень стыдно, или там нужно, или не нужно так делать. Но, скажем, наверное, основной факап для доктора это осложнения, которые все-таки случаются. И у меня тоже они были, и там неоднократно, скажем так. Но действительно, самое важное, это не оставить своего пациента, потому что доктору несомненно страшно в этой ситуации. Ты, конечно, нервничаешь, потому что ты понимаешь, чем это чревато, какие могут быть страшные последствия, или тебе просто по-человечески неудобно перед пациентом. Но если ты профессионал, если ты человек, действительно, там, слово, человек со стержнем внутри, то ты понимаешь, что ты должен взять и довести эту проблему до конца достойно, до ее полного логического разрешения. Поэтому, если вдруг какие-то моменты случаются, то есть, ну, может быть, все что угодно, там, сильные блоки, какие-то после ботулинотерапии, всем известные нашумевшие птозы, которые раньше случались, ну, достаточно часто, это сейчас мы уже не колем в эти точки опасные, может быть, какие-то воспалительные осложнения после контурной пластики, потому что всяко бывает, и опять же, контролировать пациента, как он проходит реабилитационный период дома ты не можешь. И даже если... Только мужчину можно доверить. Да, точно. Даже если в этих факапах нет твоей вины, я всегда это рассматриваю так, что пациенту некуда бежать. И я всем им говорю, если у вас вдруг возникают какие-то сомнения, сложности, вы переживаете, вам кажется, что это большой синяк, шишка, еще что-то, обязательно напишите нам. Если это не прям срочно, а просто переспросить, то связь с администратором. Если это вам кажется, что караул, пишите мне в директ, в инстаграм, я практически все время, там, через какой-то период времени выхожу на связь, и я обязательно откликнусь, помогу, спасу. И даже если там 15 раз и пациент просто накручивает, я должна его пригласить, посмотреть и понять, что действительно это ок, успокоить его, и он тогда со спокойной душой уходит, но он навсегда остается твой. Потому что он понимает, что ты не бросаешь его. Я так и говорю, мы своих солдат в беде не бросаем. Не бросайте своих солдат в беде. Спасибо вам большое, Екатерина. Спасибо за прекрасную беседу. Спасибо вам. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!